Ассаламу алейкум дорогие телезрители, с вами программа Семейный доктор и Серик Камбарбаев. Мы сейчас находимся в приемном отделении 4-й клинической больницы города Алматы и тема нашей передачи аппендициты. Что делать, если у вас начались приступы острого аппендицита, вы увидите прямо сейчас. Пойдемте с нами. Сначала живот болел здесь. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ассаламу. Меня зовут Серик, мы с телерадиокомпанией Асаларна приехали. В рамках телеканала снимаем программу Семейный доктор и тема нашей передачи аппендициты. Меня зовут Улан Канадханович, я врач, ответственный хирург. Расскажите, пожалуйста, что случилось с пациентом? Здесь в данной ситуации пациент обратился с болями в животе. С подозрением на острый аппендицит пациент сейчас осматривается мною. Зовут как тебя? Мурат. Мурат, что тебя беспокоит? Живот сильно болит. В каком месте? Вот здесь. Мурат, боли у тебя в каком месте начались, когда начал живот беспокоить боли? Начал здесь болеть. Митром проснулся от сильных болей. Потом? Выпил две таблетки ножку и не помогло. Не помогло, да? После, как выпил две таблетки ножку, боли легче тебе стало или нет? Нет. Боли также сохраняются, да? Да. А сейчас, на данный момент, где у тебя болит в животе? Здесь болит. Здесь болит, да? Да. Кроме боли, что тебя еще беспокоит? Кроме боли, тошнота была, два раза рвота была. Потом? Жидкий стул был? Жидкий стул был. Был. Сколько раз? Три раза. Три раза был жидкий стул. Раньше такие боли тебя беспокоили или первый раз? Первый раз. Первый раз, да? Мурат, сейчас я буду смотреть твой живот. Если где-то будет больно, при надавливании в животе, ты скажешь. Хорошо, больно, да? Здесь не больно? Здесь болит. Здесь болит, да? Да. Ага. Мурат, смотри. Вот так делаю. Где у тебя болит? Здесь болит. Здесь болит, да? Да. Вот так делаю, где какая сторона сильнее и больнее? Правая, правая. Правая вот здесь больнее, да? Мурат, ты можешь на левом боку повинуться? Лечь. Да. Вот так лежим. Где у тебя болит? Здесь. Здесь болит. Есть такое чувство, как будто вниз тянет, в животе что-то? Есть дискомфорт? Да, есть. Есть такое, да? Ага. Вот так делаю, Мурат, где болит? Болит, болит. Болит здесь. Вот так. Боли сюда отдает или нет? Отдают. Отдают, да, боли? Ага, на спину ляжь, пожалуйста, Мурат. Язык покажи. Мурат, во рту сушит? Да. Сушит, да, во рту? Пить охота, да? Да. Получается, у пациента сейчас явные признаки аппендицита? У пациента сейчас на данный момент, учитывая его жалобы и клинического осмотра, похож на клинику острого аппендицита. Сейчас в дальнейшем мы пациента будем направлять, сдать общий анализ крови и общий анализ мочи. Как анализы будут готовы, мы еще раз повторно осмотрим, выставить окончательный клинический диагноз. Потом, после, как диагноз поставим, дальнейшая тактика лечения будет, будем выбирать. Мурат, вставай. Сейчас ты будешь сдавать анализы, общие анализы мочи, общие анализы крови. Как анализы будут готовы, мы тебя еще раз повторно посмотрим, хорошо? Расскажи теперь о дальнейшем ходе действий. Что вы будете делать? Давайте пройдемте в отделение хирургии, я вам там все поподробнее расскажу. Хорошо? Дальнейшая тактика, когда с подозрением на острое аппендицит приходит пациент, дальше мы посылаем на обследование. Туда входит обычный общий анализ крови и общий анализ мочи. Дальше, как результаты будут готовы, анализы мочи и крови, мы пациента повторно будем смотреть. Это наше хирургическое отделение, которое развернуто на 65 коек. Из них 25 урологические и 40 коек хирургические пациенты лежат. Частота поступаемости именно больных с острым аппендицитом? Ну, по-разному. Иногда по дежурству обращение 25, может, 30 бывает. Из них 4-5 пациентов могут быть там клиника острого аппендицита. Острый аппендицит – это острое воспаление червовразного отростка слепой кишки. Это заболевание одно из самых распространенных среди острых хирургических заболеваний. На сегодняшний день она занимает первое место среди экстренных хирургических заболеваний, так называемых вургентной хирургии. И на долю острого аппендицита приходится 50-70% операции, которые выполняются в условиях экстренной хирургии. Существуют различные теории возникновения острого аппендицита. Есть различные теории, объясняющие причину возникновения острого воспаления в червовразном отростке. Есть так называемая механическая теория. Сторонники этой теории нам объясняют, что происходит закупорка в максимальной части червовразного отростка каловыми конкрементами, слизью гипертрофированной лимфоидной тканью червовразного отростка или же перегибом, перетяжкой. И далее происходит в максимальной части скопления экстренда, тем самым повышается внутрепростетное давление. Это давление давит на слизистую, и слизистая якобы теряет устойчивость к там же имеющимся условно-патогенному микроорганизму. Это одна из теорий. Вторая теория – это рефлекторная теория. Червовразный отросток, она, как все внутренние органы, инервируется ветеральными нервными сплетениями, и заболевания других органов приводит к рефлекторному нарушению функции червовразного отростка, и тем самым червовразный отросток также теряет устойчивость к там же имеющимся микроорганизмам. Чрезмерное употребление белков является одной из причин возникновения аппендицита. В употреблении мяса происходит процесс переваривания, и в ободочной кишке происходит брожение, тем самым это приводит к застою толстого кишечника, в ободочной кишке приводит к застою червовразного отростка, это тоже как бы способствует возникновению воспалительного процесса. На это есть множество доказательств в странах Юго-Восточной Азии, в странах Индии, в Африке, где в рационе преобладают белки и растительное происхождение в этих странах, по сравнению с нами, встречаемый с островом аппендицита намного ниже. Для чего человеку нужен червеобразный отросток и какую он функцию выполняет? Но мы день за днем убеждаемся, это орган, относящийся к иммунной системе, его также называют миндалиной брюшной полости. Этому доказательству под листью основы червовразного отростка имеется множество лимфатических фолликулов, которые продуцируют иммунокомпонентные клетки и они как бы образуют местную иммунную защиту. Помимо этого, есть множество доказательств. Например, простая кишечная инфекция, это так называемый дисбактериоз, нарушение кишечной флоры. У тех больных, у кого отросток не удален, у них восстановление происходит быстрее, нежели у тех людей, у которых в анамнезе произведена аппендиктомия. Бытует также мнение по данным Московского коллапрактологического института, у тех людей, у которых в молодости удален, если червовразный отросток, у них в дальнейшем возникновение рака ободочной кишки несколько раз возрастает по сравнению с теми людьми, у которых отросток не удален. И на сегодняшний день считают, что червовразный отросток выполняет барьерную функцию, защитную функцию и наличие лимфатических фолликулов, и она выполняет секреторную функцию и еще есть пришедшая моторная функция, имеет два мышечных слоя. Значит, мы сейчас вот сами увидели, какая симптоматика, да, то есть это острые боли. Смотрите, а какие осложнения могут быть? Кто говорит, в народе лопается острая пензи, а потом могут быть осложнения, там абсцессы, перитониты, флебиты, вот такие могут быть грозные осложнения. Аппендикулярные инфильтраты. Аппендикулярный инфильтрат – это воспалительный инфильтрат рядом лежащих органов, которые между собой спаиваются и отграничивает воспаленный, измененный червовразовый отросток от свободной брюшной полосы, тем самым препятствуя развитию разлитого гнойного перитонита. Такие случаи есть в нашем наблюдении, в таких случаях мы стараемся не оперировать больных, наблюдаем. Есть два исхода аппендикулярных инфильтрата – это положительный исход, это удовлетворяющий нас и больного, это рассасывание аппендикулярных инфильтрата. После рассасывания аппендикулярных инфильтрата больным рекомендуем первые 2-3 месяца, чтобы в планном порядке подошли стационар, чтобы в планном порядке произвести операцию аппендиктомия. Какие вообще методы лечения существуют? Ну, методы лечения существуют, если пациенту выставляем диагнозу острый аппенцит, немедленно надо пациента оперировать, определенное время, определенное время надо пациента оперировать. По диагностике, по заболеванию, учитывая жалобы с момента поступления в больницу, с момента начала заболевания, на основании диагноза мы выберем тактику лечения. Сейчас, на данный момент, оперативное лечение, есть у нас 2 вида оперативного лечения. Одно из них традиционное, как и раньше оперировали, открыто. Второй метод, малоинвазивный метод лапароскопической аппендиктомии. Если человек, пациент болеет до 24 часов, показана лапароскопическая аппендиктомия. Если аппарат, лапароскоп, стойко есть в больнице, мы в основном делаем лапароскопическую аппендиктомию до 24 часов. В дальнейшем, в послеоперационном периоде, если пациент раньше при открытом доступе, открытой операции находился койко-день в среднем 4-6-7 дней, а при инвазивных методах операции, лапароскопической операции, койко-дней автоматически уменьшается. Начиная от 3 до 4 дней. В это время пациент уже выписывается, могут уже заступить на работу. А есть неблагоприятные, когда идет обсидирование аппендикулярной фильтрата, там есть свои признаки, это повышение температуры, усиление болезни и местная характерная реакция. Тогда мы больным рекомендуем оперативное лечение, это вскрытие, дренирование гнойной полости. Дорогие телезрители, мы сейчас находимся в операционном блоке, где вы сами наглядно увидите, как проводится операция на острый аппендицит. Который мы днем смотрели пациента, подали в операционную. Сейчас будем его пациента оперировать. Операция называется лапароскопическая аппендектомия. Перед началом операции мы должны мыть руки хирурги. После мытья рук заходим в операционную. В стерильном виде. Просторами антисептиков обрабатываем луку. После этого заходим в стерильный нудер в операционный блок. Аппарат КАРОН ШТОРТС. Настраиваем видимость к камеру. Вот это кончик отростка черебразного. Здесь острый флегмонозный аппендицит. Синфьемой, можно сказать. Вот же эти. Черебразный отросток. Изменен. Операция прошла успешно в операционной аппаратической аппендектомии. Выходим из брюшной полости. Спасибо всем. За внимание. Спасибо всем. После удаления червеобразного отростка вся брюшная полость очищается и промывается водой. Наиболее часто наблюдается у молодых людей. Пик заболеваемости обычно приходит примерно 15-19 лет. Тем возраст старше, вероятно, заболевать острым аппендицитом, она уменьшается. Но никто от этого не застрахован. Но зная основные причины, если мы будем правильно питаться, значит, больше растительного происхождения пищи. Если мы будем правильно питаться, то мы можем предотвратить острое воспаление червозного отростка. И в конце нашей программы, дорогие телезрители, хочу сказать, что существует тысяча разновидностей заболеваний. Но надо помнить о том, что есть тысяча одна исцеления этим заболеваниям. Если у вас появились симптомы острого аппендицита, немедленно нужно обратиться к квалифицированному специалисту. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин